добрый день напомню что в двух предпредпоследних блогах мы говорили о том что скорее всего возникает возможность начать вновь активно инвестировать а в последнем блоге однозначно поставили на рост рынка осенью этого года и на то что эта осень при определенном стечении обстоятельств может дать всем инвесторам возможность реванша за все то что мы натерпелись с вами в этом году ну зависит конечно от наших просадок и сегодня ну это выбор да это выбор который сделали мы бычий выбор и он не обязательно единственно верный что касается всего рынка то очевидно что сегодня он стоит на той же самой развилки с которой мы пошли а куда идут быки налево или направо но вот почему мы пошли по бычьему пути и понятно что вот точкой такой отсчета новых каких-то и сомнений или наоборот прогнозов и уверенности и стала очередная встреча в джексон холле в рамке которой по традиции кстати глава фрс озвучил позицию фрс то есть никогда после джексон холла не озвучивается некая общая консолидированная позиция руководителей ведущих центробанков мира но фрс не берясь говорить за своих гостей подтверждает какие-то свои идеологические установки я напомню кстати что в прошлом году на джексон холле было несколько установок первое мы будем повышать ставки чтобы оседлать инфляцию и надеемся ее быстро победить но тогда фрс промахнулся как раз был правильный прогноз bank of america что инфляция это не краткосрочная это среднесрочная история и второе что мы будем работать на укрепление рынка труда в сша вот здесь у фрс все в порядке джерем пау может в общем-то повесить себе медаль как у рынке труда не просто все хорошо а рынок труда бьет исторические рекорды по уровню занятости ну и по росту зарплат правда с ростом зарплат оказалось все неоднозначно потому что одновременно замкнутый круг это подстегивает инфляцию окей это было в прошлом году что сегодня сегодня джером пауэлл выступал и посвятил свое выступление практически исключительно инфляции и заявил то что мы слышали несколько раз и до этого что фрс намерено бороться с инфляцией любой ценой то есть будет повышать ставки пока победа не станет очевидной ну под победой подразумевается может быть не возврат к тому таргету который стоит у фрс напомню что он два процента а хотя бы значимое снижение темпов инфляции и в общем-то заявление казалось бы абсолютно идентичная тем которые звучали до этого причем фрс еще раз напомнил об одной штуке что даже ценой рецессии не только ценой интересов фондового рынка но и даже ценой рецессии мы будем все-таки повышать ставки и так заявление всего лишь подтвердило то что было тем не менее вот сама тональность даже выступление пауэлла многие увидели в его мимике жестах вообще словах но определенную долю пессимизма вот это выступление вызвало коррекцию очень серьезную на фондовом рынке сша индекс стандарт 500 снизился более чем на три процента хотя по-прежнему все-таки все неоднозначно тем паче что есть и позитивные новости во-первых окончательные данные по ввп сша во втором квартале 2022 года и эти данные оказались более позитивным чуть-чуть правда чем предварительные напомню что по предварительным итогам ввп сша во втором квартале снизился на 0,9 процента что кстати пауэлла дала повод говорить что ну формально рецессия ну то есть ужас но не ужас ужас а вот сейчас после окончательного пересчета 0,6 процента и позитивный сигнал с другого берега атлантики мы все помним что экономики германии также по предварительным подсчетам прочили стагнацию то есть нулевой рост во втором квартале и все-таки нет экономика германии в этом квартале выросла на 0,1 процента да ну в общем практически это стагнация но коль скоро мы рецессию судим по формальным признакам и хоть малейший минус это рецессия то давайте будем симметричны в своих и позитивных оценках это не рецессия впрочем общая идея на рынке я абсолютно с ней согласен что если рецессия в европе и начнется то с отставанием по фазе вот подобно также история шла с инфляцией от американского рынка то есть именно третий квартал 2022 года будет наверное таким самым знаковым для европейской экономики но так или иначе в общем на рынке больше наверное не то чтобы негатива но каких-то не оптимистических вариантов тем более что и макроэкономика макроэкономическая статистика демонстрирует может быть не самые приятные сигналы но то самое исключение о котором мы говорили еще в мае и июне что скорее всего этим летом мы увидим интересный такой не то что феномен но все-таки близко к тому что корпоративная отчетность позитив от корпоративной отчетности превзмогнет все что происходит вот на уровне макроэкономики и примерно в общем-то так и случилось вопрос продолжится ли потому что очередной такой квартальный сезонный каскад корпоративной отчетности уже прошел и инвесторы даже если они разделяют вот мой позитивный взгляд на всю эту ситуацию они в любом случае конечно же находятся таких нормальных в общем-то сомнениях насчет того что все таки будет представлять собой 2022 год это год провала инвестиций или все же можно продолжать может быть даже активничать и даже добиться успеха несмотря на довольно таки плохую погоду но этот вопрос по понятным причинам стоит перед практически всеми инвесторами хотя классический ответ на него в общем ясен опытные инвесторы работают на фондовом рынке в полном соответствии с известным девизом не дождь не снег не мрак ночной да милый это девиз почтовой службы а мы секретная служба секретная служба в общем я тут по философствую так в общем и целом инвестиции это не брик это шхуна то есть инвестиции должны уметь двигаться даже при встречном ветре меняя галсы и лавируя что впрочем не перечеркивает мою идею что осень будет временем подъема однако вернемся к объективным показателям а не к ощущениям мнением и прогнозам индекс s&p 500 снизился еще до уровня 4057 пунктов он закрыл минувшую неделю и как отмещают некоторые экспертные наблюдатели вот это летние ралли акции скромные конечно все вот как примерно и рецессия скромная и подъемы германской экономики скромные ралли такой у нас сегодня как в том анекдоте но вот такое сами знаете какое лето так вот летние ралли акции находится вообще под угрозой вот это снижение которое зафиксировано в последние дни может как бы свести на нет все все-таки плюсы и многие отмечают одну довольно такой тревожный историю что приближается самый по исторической статистике неудачный месяц для американских рынков во-первых в сентябре часто достаточно начинались мировые и просто американские кризисы а во-вторых сентябрь это время серьезного возможного перетряхивания инвестиционных портфелей в целом но вот например сейчас уже на статистика показывает что облигационные фонды американские зафиксировали самый большой отток за последние восемь недель именно буквально в последние дни означает ли это что вот это охлаждение передаться с рынка облигаций на рынок акций пока конечно судить не беремся вполне возможно что нет что это будет наоборот история с сообщающимися сосудами и эти деньги из облигаций перейдут на рынок акций тогда будет подтверждаться моя версия я правда сейчас не знаю я подтаскиваю факты ну так психология устроена под иллюстрацию того в чем сам практически убежден или это объективная такая идея окей идем дальше индекс маякса как мы собственно и прогнозировали в последних блогах он опять подпрыгнул до уровня 2 200 и даже выше то есть вот для спекулянтов он сегодня как это не странно может быть представляет большой интерес впрочем тут тоже есть идея что возможно вот но российского рынка в этот раз по кроме локальное пройдено и например опрос рейтерс то есть это ну никак не пропагандистская история опрос рейтерс показывает что очень многие мировые в том числе аналитики считают что российский рынок акций вот преодолеет свои основные потери концу года может пойти как минимум на легкое повышение золото полностью соответствовало моим последним прогнозом и предпоследним и сегодня я по-прежнему полагаю что золото не будет показывать тенденции к особо глобальному снижению и будет двигаться сейчас таком диапазоне который интересен для трейдеров но не интересен для тех кто верит в инвестиции в этот инструмент но и по биткойна тоже прогноз с удовольствием говорю просто ну с удовольствием на уровне тщеславия говорю что прогноз сбылся что тенденции к повышению это еще не однозначное плавное повышение что bitcoin будет гулять и вот он опять прогулялся ниже 20000 долларов за монету и закрыл неделю на уровне примерно 19 тысяч 900 долларов продолжаю кстати продлевая свой прогноз по этой части я полагаю что биткойн и осенью будет продолжать двигаться в таком ну боковике во флайте который опять же дает возможность для спекулянтов и трейдеров но не интересен для тех кто просто хочет вложиться и что называется отыграть все назад но вернемся на любимый рынок акций на нем довольно интересно хотя не однозначно позитивно из позитива наверное вот этот вот очередной сплит тесла на этот раз тесла разделилась пропорции 3 к одному и несмотря на то что теслофобы в общем так скептически относились к этой истории тесла все-таки после разделения показала очередную тенденцию кроссу правда пока этот рост ну не является конечно основанием для однозначного позитива тем не менее вот забавно что по-прежнему эмоциональный фактор тоже играет на теслу например такая поступила информация что в одной только южной корее поклонники элона маска скупили акции теслы на 15 миллиардов долларов возникает вопрос когда же наконец в южной корее появится так достаточно массово поклонники финн версии с нетерпением ждем но тесла еще и в центре конечно инвестиционного скандала имеется ввиду тот такой растянутый во времени многосерийный скандал с твиттером напоминать не буду то мы покупаем то мы не продадим то мы предлагаем такую цену что все-таки продадим то мы конечно и тут мы имеется илон маск предложили эту сцену ну давайте вычтем из нее фальшивые аккаунты да иди ты илон маск вот в теслу отвечает twitter я сейчас очень обобщенно и в результате илон маск пошел в общем-то очень серьезную атаку подал в суд на twitter и суд штата доловер предписал все-таки чтобы twitter предоставил маску всю информацию о фальшивых аккаунтах и это очень серьезная история такая история что судя по всему самих как их назвать твиттеровцев ну некая депрессия например основатель и прошлом оси у этой компании джек дорси написал что вообще сожалеет о том что этот проект это социальная сеть вообще вышла на биржу и стала публичной компании хотя казалось бы дурки может получить если все-таки сделка с маском состоится почти миллиард долларов но тут уже вопрос не денег тут уже вопрос каких-то принципов и подходов и еще один скандал на рынке скандал такой очень показательный с учетом последних двух лет потому что эти имена стали наверное всемирно известными тем более для инвесторов модерна подает в суд на файзер и ее немецкого партнера модерна считает что нарушены ее патентные права при разработке анти коронавирусной вакцины но и по сути модерна считает что налицо плагиат что файзер просто спер разработки модерны вот этот суд конечно же повлияет в том числе и на котировки акций обеих компаний и но он не может не быть публичным так что тут смотрим за развитием ситуации ну а дальше на рынке акций более-менее все так спокойно boeing и disney после своих вот очень мощно кстати просадок выровнялись и пока несмотря даже на пессимизм последних дней держат вот те новые уровни на которые они поднялись ну а такие например эмитенты как мастеркард walmart макдональдс тут вообще в общем-то практически полный позитив все в порядке особенно макдональдсе растет и . коль скоро мы исходим из версии опять же версии они истинны в последней инстанции что корпоративная отчетность сегодня является в основном добавлением гирь на светлую или белую сторону половину весов то естественно несмотря на то что каскад отчетности прошел особенно значимый все-таки обращаем внимание на то что выходит сегодня не так уж много но наш кое-что стоит обратить внимание во первых хотя тут скорее это важно для макроэкономической ситуации выйдет отсчет промышленно-коммерческого банка китая это покажет косвенно куда развивается китайская экономическая ситуация во-вторых выходит несколько не слишком значимых но любопытных отсчетов во-первых это best buy во вторых это american woodmark и в-третьих это five below почему эти у казалось бы не всем может быть знакомые имена на мой взгляд примечательное дело в том что первая и третья компании это ритейлеры причем последняя five below работает в диапазоне вот ну известная история все товары не более пяти долларов и их отчетность конечно не так мощно как с отчетностью там walmart и target но тем не менее покажет состояние потребительского рынка сша и схожая история с отчетом american woodmark потому что это американский производитель ну такой вообще американский икеа в общем домашние утвари домашней мебели и косвенно этот отчет конечно же тоже показывает о состоянии потребительского рынка в соединенных штатах так что может быть не в полную силу а в полглаза но все-таки наблюдаем за этими отчетами что касается российского рынка то здесь помимо чисто экономических по-прежнему инфраструктурные новости скорее влияет на настроение во-первых центробанк сейчас оценивает масштаб всех заблокированных активов российских инвесторов и во-вторых новость которая уже кстати не очень свежая и многие мои коллеги ее подробно осветили и выдали свое мнение на гора по этому поводу но все-таки упомянул что науфор заявил о возможности выкупа заблокированных активов клиентов я еще раз все таки напомню одну историю что с одной стороны может быть это хорошо то есть спасение остатков портфеля для кого-то из инвесторов но я бы призвал даже если вот эта схема заработает не особо торопиться и как минимум хладнокровно подумать вполне возможно что вы по дешевке сейчас продадите то что впоследствии вырастет так что извините на российском рынке я все-таки останавливаться не буду хотя такой же инвестор как все мы как большинство кстати наших зрителей и точно также завишу от того как будет развиваться и санкционная история и вот эта история с инфраструктурными шлагбаумами недавно кстати на эту тему небольшой такой штриху штрихок наверно технологически раздался звонок с неизвестного телефона я не успел взять трубку перезваниваю оказывается эта компания финан на платформе которой я торгую ну соответственно вопрос вот вы звонили о чем речь ответ у нас многоканальный телефон не знаем мы кто вам звонил и вообще если это будет важно то мы перезвоним коллеги дорогие брокеры сегодня для российских инвесторов важно все сегодня все сидят на нервах попробуйте каким-то образом вот свои скрипты общения с клиентами все-таки изменить поверьте вот мы за это в чем-то наверное даже и заплатим если в будущем мы сможем нормально инвестировать через наши платформы очень хочется на это надеяться ладно это эмоциональное отвлечение а мы вернемся на рынок что ждать на следующей неделе кстати она достаточно спокойная но все-таки на кое-какие моменты стоит обратить внимание правда не в понедельник 29 августа как раз когда выходит этот инвестблок с легким опозданием обычно мы стараемся выдать это все уикенд день с точки зрения статистики довольно пустой так что напомню разве что историческую дату это день рождения мотоцикла который был запатентован впервые в 1885 году во вторник 30 августа очень много статистики разрозненной по различным странам европы но самое значимое на мой взгляд что в целом по евросоюзу выйдут данные по отчетам потребительском и деловом доверие данные по деловому климату и по индексу ожиданий в сфере услуг да и по индексу производственных настроений то есть это те самые эмоции которые сегодня с учетом потенциальной рецессии в еврозоне и в евросоюзе особенно наверное важны еще один важный момент во вторник один из членов совета федеральной резервной системы джон вильямс выступит с речью это по моему если я ничего не пропустил это первая речь представителя фрс после джексон холл и я убежден что в этой речи будут заложены определенные важные моменты для рынка на которые рынок однозначно прореагирует в среду 31 августа выходит очень много также статистики по странам европы и азиатско-тихоокеанского региона но ничего особо значимо я бы не стал отмечать а вот в четверг 1 сентября тоже день пустой ну как всегда традиционно выходят данные по количеству заявок первичных и повторных на пособие по безработице в сша но сегодня я бы посоветовал обращать внимание не на рынок труда хотя три года подряд по моим советовал всегда в четверг обратить на эти данные внимание а на другое на любые данные которые связаны с деловой активностью и также с настроениями в американском бизнесе вот сегодня сигналы здесь тоже не очень позитивные деловая активность частном секторе соединенных штатов сокращается в августе во второй месяц подряд в июле тоже было сокращение и сейчас достигнут самый низкий уровень за последние полтора года опять же если выворачивать ну в хорошем смысле хотя к этому могут придраться конечно же если выворачивать вот эту историю под моим версию все-таки что осень будет временем подъема то сейчас мы как раз вот достигли дна по этой части и осень отыграет всю эту историю назад в любом случае согласны вы со мной или вам кажется мои рассуждения абсолютным идиотизмом за этими моментами сегодня стоит также поглядывать пятница 2 сентября ничего значимого поэтому напомню об еще одной исторической дате 4 сентября день рождения гугла который был основан в 1998 году и я так напоминаю о ней с легким опять же подтекстом позитивной версии поскольку когда был создан google никто тогда наверное не мог предположить что это станет буквально спустя 20 а сейчас уже 24 года и я напомню что когда-то google предложили продать команде яхо за 1 миллион долларов яхо отказался я это к чему мы конечно с вами не яхо но вполне возможно что не стоит сегодня отказываться покупать тот же google и покупать другие акции имитетов вдруг будет примерно схожая хоть и меньше по масштабам истории вообще о том что происходит сегодня на мировом рынке мы говорим сейчас особенно наверное обильно из последних разговоров я бы рекомендовал посмотреть кто не видел нашу встречу с очень молодым инвестором это принципиально другое поколение чем собственно интересно это сергей пирогов основатель и один из руководителей проекта инвест герои вот эта беседа вышла недавно на канале финверсия ссылка на него в описании под этим видео вообще вот сервис который сделал это группа молодых ребят а сейчас они замахнулись уже и на инвестиционный фонд но лично у меня вызывает огромную симпатию и хотя не погружался огромное уважение мне показалось это очень толковый разговор здесь немножко сам рекламы потому что разговаривали мы вдвоем но тем не менее обращаю ваше внимание по ссылке под этим видео потому что как мне показалось вот этот проект инвест героя это интересно 31 августа в среду в очередной биржевой среде мы опять продолжаем такой аудит с теми с кем говорили вот недавно мы говорили с леонидом кофманом который был гостем нашего канала почти два года назад вот его решение в ситуации 2022 оказалось уходить во многом в крипту не полностью уходить оставив классический портфель на фондовом рынке то есть практически спокойно держа позиции пока попытаться подрулить свои результаты инвестиционные на крипто рынке версия интересная для меня лично неприемлемая но кому-то интересная и точно также по этой причине мы пригласили еще одного человека инвестора который был нашим гостем по моему в прошлом январе это один из финалистов традиционных инвест баттлов компании финам платформы комон рустем и шмаков молодой парень из уфы он одновременно бизнесмен и инвестор вот этот разговор который выйдет 31 августа предлагаю вашему вниманию и последний момент в конце этой недели инвест блога не будет потому что вот именно из-за того что смена сезонов вот это вот развилка фондового рынка вот это вот предположение об осени она нуждается наверное в более живом разговоре поэтому мы 3 сентября в прямом эфире с нашими зрителями будем обсуждать и ситуацию в мировой экономике и итоги лета 2022 года и перспективы осени и те основные моменты которые сегодня по-прежнему влияют на ситуацию это процентные ставки регулирования это геополитический кризис это сырьевой кризис это инфляция в сша и европе и это соответственно такие варианты как рецессия и стакляция ну а для того чтобы я не увлекался своими позитивными подходами мой традиционный спарринг партнер человек куда более сдержанный в оценках алексей бочаров будет делать это вместе с нами и надеюсь вместе с вами так что напоминаю 3 сентября традиционно в 19.00 по москве прямом эфире финверсии и кстати вместе с алексеем бочаровым также по традиции уже в инвес клубе финверсия 6 сентября очередной традиционный ежемесячный разбор имитентов с возможными приговорами воздержаться или же покупать так анонсов сегодня история еще не закончилась потому что осень все равно время активности оживают рынке оживает люди оживают надежды в хорошем плохом смысле не знаю поэтому еще несколько важных для инвесторов проект во первых это для тех кто прежде всего ориентируется на технический анализ курс ольги коношевской нашего постоянного автора он стартует очень скоро курс дорогой 24 700 но это действительно очень обстоятельная история поскольку как говорит сама ольга коношевская у нее синдром отличницы она все делает досконально я думаю что это будет интересно многим зрителям финверсии по крайней мере практикующим инвесторам ссылка на этот курс также в описании подведя и опять возвращаемся к фигуре алексея бочарова его курс управления инвестиционным портфелем там около 10 уроков стартует он 8 сентября а вот здесь стоимость уже наверное более интересная для многих инвесторов потому что для слушателей каналов инверсии двенадцать тысяч 700 рублей базовая стоимость 15 900 а для участников инвестиционного клуба финверсия также по традиции вообще принципиально другая цена 4900 рублей курс стартует 8 сентября так я похоже превращаюсь то ли в глашатая то ли в рекламного агента но вынужден продолжать потому что активность очень много особенно в октябре вот здесь бы я обратил ваше внимание на два мероприятия 15 16 октября пройдет традиционная интереснейшая на мой взгляд конференция портфельные инвестиции организаторы по традиции национальной ассоциации специалистов финансового планирования и закрытая онлайн-трансляция потому что эта конференция платная пройдет на канале финверсия что нам честно говоря очень приятно потому что достойное мероприятие но а подробнее об этом мероприятии расскажут мои коллеги директор и заместитель директора национальной ассоциации специалистов финансового планирования андрей параныч и дарья андрианова так что прерываемся но никуда не уходим потому что инвестблог тоже продолжится а пока слово андрею дарим 15 и 16 октября мы проведем конференцию портфельные инвестиции для частных лиц это будет уже восьмая наша конференция и в этот раз мы сделали подзаголовок перезагрузка андрей расскажи в чем была задумка такого подзаголовка и о чем будет конференция я немножко все-таки откручу назад те наш 7 конференций которые мы уже сделали мы постепенно пришли к выводу что нет никакой необходимости делать такие конференции просветительского характера где мы будем рассказывать о том что такое акции что такое облигации и с каждым разом у нас конференции становятся все более и более специфическими и мы стараемся делать конференции которые точно соответствуют текущему моменту сегодняшней повестке и каждый раз подбираем подзаголовок который на наш взгляд отражает текущую ситуацию вот сегодня мы видим что рынок финансового консалтинга находится на перепутье то есть многие финансовые советники ищут новые инструментарии с которым они будут работать со клиентами ищут новые стратегии которые клиентам можно предлагать да и запросы клиентов очень сильно меняются то есть то что было актуально полгода назад могу потерять актуальность сегодня но зато появились новые стратегии новые идеи которые финансовые советники воплощают жизнь для своих клиентов ну будем честны все на самом деле немножко подзависло в эти полгода и наверное действительно немножечко нужна перезагрузка да мы даже какой-то момент думали что ситуация прям совсем близка к дну так сказать того чего мы наблюдали на финансовом рынке за последние 20 лет но нет финансовый рынок явно жив действительно есть запрос на самые разные вещи которые необходимо делать клиентам и да мы понимаем что просто надо менять стратегию то есть нужно менять подходы но это не значит что рынок остановился он просто перезагружается и мы действительно вместе подождем перезагрузки в хорошей компании расскажешь кого мы позовем на эту конференцию наверно пока говорить о том кого мы позовем еще преждевременно до конференции почти два месяца но мы можем пробежаться по основным разделам которые будут на конференции у нас освещаться это конечно же будут вопросы регулирования вы наверняка знаете что банк россии планирует много новаций связано к защитой прав потребителей да и в принципе к подходам регулирования финансового рынка мы об этом обязательно поговорим мы поговорим о том как себя чувствуют те инструменты которые доступны российским инвесторам в российском правовом поле то есть какие фонды как себя повели в течение последнего года и там на более длительных промежутках времени какие инструменты потеряли актуальность какие наоборот стали наиболее интересными для инвесторов обязательно это тоже обсудим мы порассуждаем о том похож ли текущий момент на кризисы прошлых лет сравним то что происходит сейчас тем что было в четырнадцатом году в восьмом году и более ранние кризисы и попробуем сделать из этого какие-то выводы что нам ждать следующие этом полугодие год несколько лет но ведь кризисы российских прошлых лет очень хорошо известны в принципе людям которые на финансовом рынке довольно давно и о них не поговорил только ленивый поэтому мы же решили дополнить это еще и истории международных кризисов конечно да мы вас посмотрим все таки с точки зрения экономиста какие тенденции в это время происходили и чему они привели и да действительно не только в нашей стране но постараемся добавить взгляд на то как это происходило во всем мире они только в отдельно взятом на государстве поговорим о том какие инструменты доступны за рубежом том какие практики используют зарубежные финансовые компании в работе с клиентами и закончим первый день нашей конференции разделом о психологии инвестора о том какие ошибки совершают инвесторы под воздействием эмоций в начале этого года очень много мы наблюдали ошибок которые совершали обычные люди со своими личными финансами не только на инвестиционном поле но и принципе в том как они распоряжаются деньгами под воздействием такого эмоционального накала который мы видели вот в конце февраля в начале марта ты имеешь ввиду ситуации когда человек купил доллар по 150 потом продал его по 60 купил на все биткоины совершенно верно остался без денег да вот эти вот шарах они из одного инструмента в другой инструмент они во многом были связаны именно с эмоциональной реакцией на подходящее событие и объяснить их какими-то рациональными причинами было конечно никак не возможно ну а второй день у нас традиционно посвящен работе финансовых советников мы обязательно уделим внимание тому на что имеется запрос от клиентов сегодня то есть какие стратегии предлагают финансовые советники в ответ на этот запрос мы поговорим об опыте работы советников за рубежом и я надеюсь что нам удастся вытащить финансовых советников из относительно экзотических для нас стран таких как индия и иран мы поговорим о том инструментарии которые финансовые советники сейчас могут использовать для того чтобы приумножать благосостояние своих клиентов ну и конечно же поговорим о том какие маркетинговые стратегии используют финансовые советники сегодня завершить мы в этот раз решили кстати темы которые вообще не трогали ни разу на конференциях портфельной инвестиции про маркетинг и пиар услуг финансовых советников причем эта тема возникла по сути из наших разговоров с советниками когда привычные каналы коммуникации с клиентами потеряли актуальность многие клиенты потеряли доступ к тем же запрещенным соцсетям и действительно нужно искать новую модель работаем да то есть нужны новые подходы взаимодействия с клиентами и с потенциальными клиентами новая подача материала естественно нужно и мы поговорим естественно не только маркетинге в чистом виде но и о его пиар составляющей то есть как финансовый советник должен вести себя в средствах массовой информации вот в том моменте в котором мы сейчас находимся конференция двухдневная еще раз подчеркну это проходит она у нас 15 16 октября формате онлайн то есть подключиться можно дистанционно из любой точки планеты два полных дня то есть с утра и до вечера мы обсуждаем вопросы личных финансов работы финансового советника не все так страшно каждому в принципе участнику конференции мы выдаем запись после окончания конференции так что можно не тратить на это выходные а посмотреть те сессии которые интересны в онлайне и потом досматривать как сериал на самом деле мы знаем что многие так делают но мы это немножко усугубляется тем что параллельно с основной конференцией мы запускаем дополнительный видеопоток которым можно отдельно задать вопросы спикеру уже в неформальном режиме то есть без модерации и без присутствия большого количества людей виде слушателей и вот на то время пока вы беседуете со спикером в этой отдельной конференции можно будет просто перемотать запись и просмотреть те моменты которые вы пропустили вот во время этой беседы да иногда интересные дискуссии случаются даже жарче чем в основной программе конференции конечно когда спикера не сдерживает вот эта формальная обстановка на основном потоке конференции он может рассказать много чего неожиданного и да иногда этот разговор длится и полчаса и час несмотря на то что мне очень нравится наша программа мне бы хотелось попросить зрителей дополнить ее своими идеями поэтому в под видео будет имейл на который можно прислать ваши идеи чтобы вы хотели услышать и увидеть на этой конференции и какие вопросы вы бы хотели задать профессиональным участникам рынка ценных бумаг или финансовым советником или экспертом и мы постараемся пригласить соответствующих экспертов осветить эти темы часть вопросов естественно мы просто передадим тем экспертам которых мы уже пригласили в нашу программу и да не стесняйтесь пишите вопросы в том числе и регулятору эти вопросы мы или разберем на конференции или же включим в запрос регулятору который мы сейчас готовим на тему доклада которую центральный банк опубликовал на доклад финансовый рынок новые задачи в современных условиях там много интересных вещей затрагивается которые мы будем разбирать и на конференции но поскольку доклад публикован сейчас вопрос мы передадим раньше чем начнется наше мероприятие ну что ж осталось дождаться 15 и 16 октября и будем очень рады видеть вас на нашей конференции для нас каждая наша конференция это исследование это открытие и мы приглашаем вас проследовать вместе с нами в эти новые темы которые только зарождаются и появляются так что приходите 15 16 октября на онлайн конференцию портфельные инвестиции найти иногда вот всем кто бывал там как я и в качестве гостя и в качестве спикера иногда жалко что несколько подтаяла традиция оффлайнов но онлайна есть свои плюсы во-первых можно в удобное время во-вторых из любой точки земного шара участвовать в этом мероприятии общением кстати мы относительно живое через чат и там тоже будет ну и напомню что для зрителей финверсия мы по традиции выбили из наших коллег в кавычках выбили они с удовольствием отдали скидку 20 процентов по промокоду финверсия 20 ссылка также в описании под видео ну и последний момент буквально через неделю после этой конференции и мне кажется в этом кстати есть интересный такой момент петербурге уже оффлайн пройдет конференция финсовет у нее два ну таких параллельных как бы можно сказать стрима такого-то оффлайне один это разговор для финансовых советников это профессиональный разговор о том что происходит внутри рынка и он интересен тем кто может быть уже в этой профессии или собирается каким-то образом мигрировать в эту профессию а вот другой разговор о том что происходит мировой экономики о том что происходит в инвестициях о возможных интересных новых новациях в этой сфере об инструментах ну и конечно же о прогнозах и об анализе ситуации. Меня пригласили модерировать одну из сессий этого мероприятия. Так что для всех наших зрителей, которые хотели бы встретиться вживую, это прекрасная возможность встретиться, правда, к сожалению, уже в середине осени в Петербурге. Ссылка на это мероприятие и возможность регистрации на него также в описании под этим видео. Ну и самое последнее, правда, тут я забегаю вперед. Дело в том, что в ноябре мы готовим такую, как это правильно назвать, инвестиционный туризм, наверное, иначе не назовешь. 5-6 дней поездка в Узбекистан для наших зрителей. Это одновременно возможность посетить Самарканд, древнейший город. Я, кстати, давно мечтаю его посетить, никогда там не был. Пообщаться каждый вечер со мной и некоторыми из моих коллег. То есть такой инвестиционный смесь дружеского общения, туризма и одно маленькое, но полезное возможно для многих дело. Для всех участников этого инвест-тура будет предусмотрено посещение Узбекистанского банка, в котором мы можем открыть сегодня счета, если у нас есть потребность вот какого-то маневра с точки зрения почти закрытых для россиян международных расчетов. Лично я намерен как раз это сделать в ноябре. Об этой акции, об этой поездке мы расскажем подробнее чуть позже. Думаю, что не позднее 15-16 сентября. Вот такая история на рынке, вот такая версия, такой позитивный взгляд на возможное развитие ситуации. Вот столько вариаций как онлайн, так и оффлайн возможных активностей и наших живых встреч. Я лично позитивно смотрю на эту осень со всех точек зрения. Работать интересно, инвестировать благодаря произошедшему, может быть, даже еще интереснее с приключениями. Правда, в этом позитиве иногда я начинаю думать, нет ли элементов и признаков классических маниакально-депрессивного психоза. Тем более, если учесть, что в детстве я относился к числу тех, кстати, очень многих, которые вот на асфальте, помните, были трещины, и трещины мы перешагивали. И плюс меня раздражает, когда хоть какая-нибудь вещь в моем доме или офисе хоть чуть-чуть сдвинута со своего привычного места. Так что это классические, в общем-то, признаки маниакально-депрессивного психоза. А у этого психоза, как известно, кроме депрессии, кстати, обычно довольно краткосрочной, часто бывает момент такой эйфории и позитива, связанной с какой-то манией. Так что, возможно, инвестиции – это такая мания, которая увлекает и заставляет позитивно, а может быть нерелевантно оценивать действительность. Впрочем, на этот вопрос даст ответ ближайшая, наступающая уже практически осень. До новых встреч! Я уезжаю в Казань на нефтегазовые форумы. Интересно, кстати, как у них там у российских нефтяников и газовиков с позитивом. Возвращаюсь уже где-то в первых числах сентября. Анонсированный эфир с Алексеем Бочаровым буду вести как раз-таки с балкона в Казани, а затем обратно прыгаю в машину и возвращаюсь в осеннюю Москву. Так что, до новых встреч в Казани, в Москве и в Петербурге. Новости, аналитика, видео портала Финверсия и канала Финверсия ТВ в удобном для вас формате. Канал Финверсия в Телеграм, канал Финверсия в Яндекс.Дзен. На главной странице портала Финверсия в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала, подпишитесь и получайте наши материалы и видео в удобном для вас формате. Субтитры создавал DimaTorzok